сегодня я постараюсь из вот этого хлама что у меня есть сделать клетку для гусят такую многофункциональную и брудер она будет на первом этапе но и клеточка тоже для выпаса но тоже также на первом этапе их жизни то есть она будет отчасти закрыта отчасти открыта сеточкой чтобы они не вышли но зато открыто будет а на ночь я буду не эти открытые места конечно укутывать или пленкой перетягивать но чтобы эта клеточка выполняла такую двойную функцию то есть вот у меня есть поддон ны поддоны с тонкими вот такими с тонкими речками сейчас я его разберу и из этого поддончика может быть если не хватит то еще вот из этого по разбираю я постараюсь сделать клеточку то есть как примерно будет выглядеть длинная сторона ну либо она будет квадратная либо прямоугольная не знаю еще в общем одна сторона и вторая сторона они будут зашиты usb листом то есть двух глухие стеночки будут вот таким не знают а по моему десяточки лист и две других они будут открытые из этой сеточки дно будет тоже открытая из этой сеточки чтобы какашки падали сквозь сеточку на землю но максимум там эту сеточку там ополоснуть на чтоб в общая масса какашек по носика этого чтобы все на землю падал если я буду удержать первые там ночи в помещении то я буду под эту клетку подкладывать картонку или бумажки газетки чтоб говнище осталось на этом ну а потом на улице будут ночевать сейчас лето хорошо ночью выше 20 поэтому можно и на улице их оставлять вот там уже просто травка будет и все и просто передвигать эту буду клетку с места на место и все вот для этого я подготовил тут по минимуму инструмента то есть это удлинитель болгарка чтобы как-то если что отпиливать от эти досточки под нужный размер если прямоугольную делать тут в вариант такой вот все глядеть на этот поддон вариант 2 либо делать такую же квадратную как поддон вот таким же объемом либо делать прямоугольную вот как половина этого поддона прямоугольная будет чем удобно то что можно будет спокойно занести домой через дверь она войдет в любую дверь можно занести там коридоре оставить ком-то в помещении в таком где не живем например вот но будет пространство конечно ограничено ну второй вариант это конечно можно сделать клеточку уже такую большую как вот этот поддон тогда будет другая проблема ее в помещении заносить будет очень неудобно придется наклонять тогда как-то боком что ли поносите ну то есть свои неудобства будут но все зависит от наверное количество гусят какое заводится если 5 штучек там на первые там неделя две жизни то в принципе тот кусочек пойдет тоненький если больше там 10 и больше то конечно наверное прямоугольника этого будет мало скорее всего придется вот такой весь квадрат и использовать ну ладно для начала для пробы я наверное все таки сделаю вот это прямоугольный вариантик маленький и там уже посмотрю надо будет делать потом большую не надо будет попробовать завести 10 гусят и посмотрю будет тесно не будет тесно два года назад я заводил гусят на клетка там была примерно не как этот прямогольничек где-то вот вот так прямоугольничка и половина такого прямоугольничка по длине примерно такая же как этот поддон ну там 10 гусят спокойно помещалась даже место было но сейчас посмотрим что получится из этого будем работать будет видно из инструмента кроме болгарки у меня здесь шуруповер чтобы саморезики закручивать за монтаж как я там называют еще для того чтобы разобрать этот поддон старый но и саморезики всякие разные чтобы скрутить болгарка я буду пилить не только речки вот эти но и также сеточку для верха дни за и двух боков ну вот я подготовил речки вытащил из них все гвоздики и сейчас приступаю к тому что вот эту сеточку я сейчас на две этих речки раскатаю и прикручу точнее вниз ее сначала раскатая потом в речке сверху прикручу лишние отрежу и все это будет дыдно потом я буду зашивать твердый вот этот уголок делать потом каркас для угла из сеточки потом сделаю крышу ну вот я подложил две речки под сеточку и чтобы мне сделать нормальный правильный квадрат но прочная упругая чтобы она не прогибалась это мне нужно сделать сверху сюда положить еще одну речку но уже вот отсюда и до сюда примерно чтобы сюда можно было потом сверху положить вот эти соединяющие речки для этого я отмерил на одной реке что сколько мне нужно отрезать сейчас отрежу болгарочкой этом для меня это легче чем пилот ну и лобзик не хочется доставать я все болгарочкой и сетку отрежу и эти отрежу проблем нет тем же самым кругом по металлу вот и дальше я засниму что получится ну вот я закончил дно так она выглядит что здесь сделана внизу по краям речки сверху наложено вот эти обрезанные речки чтобы сюда бы кого еще положить вот когда мы эти две сделали мы что делаем сверху можем еще речки то что тут за речки оставлены здесь 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 зазорчики положили речку переворачиваем и также сбоку кладем речку потом так как у пища так лапки будут еще маленькие они будут проваливаться здесь я сделал решетку не одну а две совместил не получилось и я чья ячейка меньше в два раза то есть грубо говоря примерно по сантиметру плюс минус там расхождение небольшие на это не критично то есть сейчас я уже могу быть уверенным что гусины лапки не проваливаться сквозь решетку и можно ее эксплуатировать вот с дном закончили теперь я приступаю к изготовлению боков то есть первый бок у меня будет ну точнее два бока будет из сетки я уже подготовил решеточки для боков для этих то есть одна решеточка суда другая туда станет решеточки вот а потом а это будет глухие две стены то есть получится две глухие стены пол крыши глухая и 2 решетки сверху здесь потом будет крышка где решетка будет крышка снимающаяся с решеткой с помощью которой я могу вот крышку снять то что-то положить и обратно надеть крышку вот таким образом поэтому сейчас я буду изготовить эти бока буду изготовить по тому же самому принципу то есть один бок я сразу сейчас по это расстояние его сделаю такой же высотой такой высотой в половину этой решетки поставлю его прикручу на живулю а тот бок уже второй я уже буду его делать по длине с учетом с учетом добавленной толщины этого бока то есть сначала прикручу а потом уже видно будет на какую длину делать бок 2 все когда эти два будут бока готовы них вместе соединю и уже потом зашью те два бока но это я уже покажу вот я сделать еще две две стороны сделал и прикрутил их к дну получился ровненький уголок там сейчас я буду делать вот сюда сторону и сюда сторону но уже не из сетки буду делать из usb плиты эту плиту я уже разметил и разрезал одну сторону прикручу ее и потом буду еще отрезать другой еще лист возьму и отрежу на другую сторону ну вот и забрал саму коробочку прикрутил оставшиеся две стороны даже пригодил ручки сразу же но осталось дело за малым и не спели не совсем за малым нужно сделать крышку крышку для этой клеточки ну вот наконец-то законченная буточки сейчас я закончил крышку по такому же принципу как и бока сеткой то есть эту сеточку решеточку я зажал между досточками теперь она никуда не выпрыгнет и крышка никуда не съедет потому что потому что потому что потому что там есть ограничители то есть вот эти штучки на которых собственно крышка лежит не пяточки сама крышка вот он квадрат а это только лапки на которых висит крышка люк получился люк люк и ящик ящик с двух сторон глухая стенки стенки глухие с двух сторон и с двух сторон получилось сеточки теперь этот ящик можно использовать легко то есть вот так вот берем опускаем и и пускаем собственно ой и наоборот нет что-то я не то делаю вот все правильно вот он люк сел все сидит нормально если нужно здесь можно повешить лампочку проводок сюда опустить прежде или проводок сюда запустить и тоже выживайте компрессить лампочка для гусят не цеплят вот это и брудер может быть потому что две глухие стеночки уже есть здесь ведь это завершить и дерзим там что-то свесить сверху и все закрыть на ночь лампочка все здесь цеплята могут уже спокойно находиться си надо какую-то подпорку можно подставить здесь все это будет так в полуоткрыжном состоянии но можно вообще убирать можно просто сдвигать этот люк и даже петли не нужны ну что тогда мешаться будет это он точно будет привязан к этой плоскости а так можно этот люк вообще убрать легко сторон очка и все у нас клеточка открытая можем делать все что хотим клетка получилось очень прочную то есть если попытаться ее как-то посчитать это не получится я пытаюсь можно верить можно нет но она очень крепкая здесь я сделал своеобразную перила для жесткости конструкции связался теперь это очень жестко теперь ничего не сломается можно за кромки этих листиков не переживать уже их трогать мы не будем распрятаны все теперь можно ехать за гасятами вот так вот клеточка помещается в маленький грузовичок у нас есть мы у нас есть а нас есть есть Продолжение следует...